Модель состоит из нескольких моделей. Будем представлять, что это сложная модель. Так вот, ты создаешь эту модель и в полном соответствии с формальной логикой проводишь ряд, цикл каких-то рассуждений. А основное правило, которое ты соблюдаешь, это закон тождества, что если ты взял эту модель, то на протяжении всего твоего рассуждения она неизменна. Ты не подменяешь предмет рассмотрения, он у тебя всегда постоянный. Но почему я говорю перебежками? Ты совершенно не алгоритмично и в этом смысле бездоказательно отмечаешь конец этого этапа, этой перебежки. Концом этой перебежки является то, что ты меняешь модель. Ты меняешь модель, это может быть небольшое изменение, большое изменение, но достаточно существенное. И дальше у тебя идет опять вот этот вот цикл рассуждений без логических разрывов в смысле формальной логики. До той поры, пока тебе опять не нужно изменить модель. Почему ты меняешь модель? Потому что если ты начинаешь рассуждать о себе 18-летнем, то когда ты рассуждаешь о себе 60-летнем, тебе нужно изменить себя, вот эту вот модель себя. Потому что если ты ее не изменишь, что будет нужно не менять модель в полном соответствии с формальной логикой, то ты будешь получать неадекватные результаты. Вот у тебя весь выбор, или чтобы получать адекватные результаты, нужно менять модель, или нужно следовать первому закону формальной логики, не менять предмет рассмотрения, и тогда с каждым шагом твоих рассуждений, с каждой последующей операцией, выводы все больше и больше будут становиться неадекватнее, вплоть до абсурдности. И соответственно, вот когда мы в этом пространстве таких перебежек требуем научности, то у нас научность появляется, получается не так, как в математической или физической задаче или исследовании, а вот такими вот блоками, внутри которых у нас все четко, с точки зрения формальной логики, это могут быть большие, маленькие блоки, а между блоками совершенно нелогично, с точки зрения формальной логики, не алгоритмично, бездоказательно, фактически интуитивно мы меняем модель. Дело в том, что все модели строятся интуитивно. Понятно, что там работает и наше сознание, и внимательно мы на все это смотрим, но каждый раз, когда мы делаем модель, мы берем процесс с бесконечным количеством аспектов, деталей, и отрезаем от него всю эту бесконечность, составляя один, два, три существенных, на наш взгляд, аспектов. Это и есть модель. Мы не можем никаким аргументированно, тем более алгоритмическим образом, отрезать эту бесконечность. Алгоритмы вообще не работают с бесконечностями. Мы это делаем интуитивно, мы это делаем незаметно для себя, мы это делаем там как угодно. Мы, я имею в виду людей, люди даже на это не обращают внимания. Они обращают внимание на процесс с того момента, когда создана модель, и эту модель нужно как-то трансформировать. Но как создается модель, это находится за пределами, если хочешь, науки и научного мышления, по крайней мере, в современной парадигме наук. И даже вот эта известная каждому ученому пословица, поговорка, что наука не занимается началами и концами. То есть она занимается серединами, механизмами. Она не занимается причинами, почему так возникло, и концами, с какой целью это вот в мире там существует. Она занимается вот как это работает. И это такой фундаментальный принцип. Но вот даже здесь, когда мы говорим о создании модели, это то же самое начало, которым наука не занимается. Модель создана, аксиомы выбраны, хоть в математике, хоть в чем-то еще. Ну, математика, понятно, наиболее строгая. Но даже там аксиомы выбираются, извини за шутку, аксиоматически. Ну, вот бездоказательнее. Вот интуитивно. Вот так вот. Ну, вот так вот. Ну, а как, а по-другому? Есть такое слово – очевидно. Мало того, долгое время наука в поисках доказательности требовала это сводить к очевидности. Просто в последнее время, в последние, допустим, 100 лет очевидность, она исчезла. И та же там квантовая механика или другие более-менее современные направления науки никакого отношения к очевидности не имеют. То есть вот есть некая формула, некие параметры. А каков физический смысл? Да никаков физический смысл. В данном случае я почти цитирую Фейнмана и его вот эту вот квантовую электродинамику. Основной элемент оперирования внутри, вот эти вот стрелочки, я уже не помню, что это такое. Это какие-то квадраты вероятности, какой-то амплитуды. Что это, как, нет физического смысла, по крайней мере, так утверждает, так утверждал родоначальник этого направления. Считает хорошо, все хорошо получается. А вот перевести на вот этот вот щупаемо-видимый язык, нет. Поэтому очевидность, она вот только в середине. Там, где исследуются механизмы, где действительно не слишком мелко, не слишком крупно, не слишком изначально, не слишком сложно, но сложно запутано. Вот там вот очевидность еще работает. А чем ближе к границам, чем ближе вот к этим началам и концам, тем все больше и больше ломаются алгоритмы и все больше и больше. Вот как-то аксиомативно, интуитивно вот это вот делается. Настолько там аксиоматически интуитивно, что это не замечается. Потому что вся аксиоматика математики складывалась сотни и тысячи лет, и каждое новое поколение это впитывает как что-то уже такое фундаментальное и такое вот научно-культурное достояние. А когда человек что-то свое, новое создает, он, я имею в виду, в научной сфере, я имею в виду даже естественные науки. Ну, например, ту же там физику, хотя сейчас давно уже нет науки под названием физика. Есть комплекс физических наук, они абсолютно разные, часть из них близкие, часть вообще не пересекаются. И в каждой из них люди должны выбирать вот этот вот набор аксиом, набор базовых моделей, набор интерпретаций получаемых результатов, в том числе математических результатов. Это уже сдвигается, любая интерпретация, это сдвигается к нарративу. Вот у нас Смирнов специалист по нарративам, значит, вот туда аксиома любая, в строгом смысле это тоже нарратив. Но отодвигаем эти фундаментальные вещи. А если мы берем не такие математизированные науки, а всякие там химия, биология, ну, что-то такое, там еще больше. Зазор между требованиями научностями и реальностью нарративности. А если мы берем так называемые общественные науки, политические науки, исторические науки, то там фактически один нарратив, который вот по одним или другим причинам претендует и на объективность, и на доказательность, и на что-то еще. Я напомню тебе выражение, историю пишут победители. Вот как бы и вся наука. Даже когда мы пытались, не буду называть там времен и имен, получить представление об истории философии, как науки, и то, казалось бы, простейшая тема. Ну, вот изложи историю философии. Нет, это все равно будет нарратив. И автор, в зависимости от его тяготения к каким-то там философским платформам, парадигмам, фундаментам, будет вот излагать, по-своему делая акценты на таких-то теориях, на таких-то именах, на таких-то концепциях, на таких-то периодах. И это будет совсем не та история философии, которую будет рассказывать другой человек. Хорошо, что мы взрослые, ну, постарше. А для ребенка это вот-вот все, вот-вот он смотрит на взрослого человека, который преподает полное ощущение, что он получает объективное научное знание. Он получает нарратив, причем весьма поверхностный. Мне тут вспоминается выражение Ленина. Диалектика сама есть отражение этого процесса в мыслящем мозгу. Ну, в смысле, когда он говорит, есть изменение процессов, есть и фотографические снимки, и диалектика сама есть. Короче, нарратив. Ну, во-первых, нарратив, во-вторых, я тебе так скажу, пользуясь случаем. Мы сейчас, ну, в лице меня и вот нашей группы, продвинулись гораздо дальше в понимании диалектической логики и диалектики, чем Ленин и там Энгельс и Маркс. Это при всем при том, что они продвинулись очень далеко и очень хорошо. Но в понимании вот этих вот тонких структур устройства этого пространства, этой среды, какой среды? Ну, можно говорить о диалектике, о диалектическом мышлении и о диалектической логике. Так вот, спасибо Ильинкову он собрал, значит, ну, по крайней мере, в одной из своих статей, я уже не помню, ну, наверняка не раз, но в одной. Шесть упоминаний в работах Ленина словосочетания «диалектическая логика». Шесть раз. И это были не сутевые. Вот я могу открыть, и вот вы можете посмотреть, что сказал Ленин. Это все упоминания о диалектической логике. Что сказал Ленин по поводу диалектической логики? Два из них, там я примерно вот помню, все остальные где-то там рядом. Это в основном сожаление о том, что диалектическая логика там не написана Марксом, и вот как-то. Что делал Ильинков и еще какое-то количество людей, я не знаю, 20, 30, 70 таких более-менее, значит, выдающихся, известных советских философов. Начиная с 32-го или 34-го года, я уж не помню, это год опубликования философских тетрадей Ленина, и до середины 80-х годов, середина 80-х годов, допустим, там 86-й год, я уж не помню, с чем это связано в личных каких-то там делах Ильинкова, или на что-то повлияла перестройка, которая как раз вот началась в 86-м году, и что там было открыто, закрыто, какие-то там программы или там институты, не знаю. Но до середины, до середины 80-х, по-моему, даже не до конца. С 91-го года уже это вот полностью прекратилось, потому что Советский Союз кончился, началась современная Россия. Так вот, с середины 30-х годов по середине 80-х, то есть 50 лет, какое-то количество, несколько десятков советских философов, вот пытались развить эти шесть фактически упоминаний о диалектической логике у Ленина, а также высказывания Ленина о диалектике, высказывания Энгельса о диалектике и Маркса, там побольше, чем шесть. Вот в какую-то стройную систему. Но они даже не смогли отделить эти две сущности, диалектику и диалектическую логику. Для них они так и остались синонимы. Ну, типа диалектика природы или там диалектическая логика природы, ну и так далее, бла-бла-бла. Я уж не говорю о каких-то там глубинных технологическо-структурных элементах диалектической логики, а уж вот то, что в последний месяц-полтора, благодаря фактически проекту Вингенштейна, вниманию на Вингенштейна и понимании того, что диалектическая логика в своей основе возможно только потому, что сознание, отражающее действительность и тем самым превращающее в реальность, потому что здесь еще лежит вся феноменология, к которой никакого отношения не имел ни Ленин, ни Маркс, а просто в это время, какой-то 1910-е годы и вот дальше, вот Гусрель, Хайдеггер, включая там современные какие-то исследования, все это развивает мощнейшую ветвь феноменологии, мощнейшее развитие экзистенциализма. Неважно, что как философия она там, эта ветвь плохо сформулирована, но если не обращать внимания на вот эти вот слова и как бы научные формулировки, то это вот мощная ветка. Опять же, все это время развивался дзен, чань, то есть все вот это вот наследие, наследие не столько индийское, несмотря на то, что там родилось, а это наследие Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. А в последние 10, 15, 20 лет еще и громадное количество материала именно вот этого индийского, до буддовского, до буддийского. Это мощнейший материал. И это вот все взаимодействие друг с другом обогащает понимание диалектики и диалектической логики. И вот сейчас, да, я начал эту формулировку сейчас, но я не закончил, что диалектическая логика в своем фундаменте, это так, автология у меня получается, то есть это фундаментальное отражение процесса, что сознание в этой вот находясь в действительности сталкивается с уникальными процессами, процессы уникальные по определению. То есть если они имеют бесконечное количество аспектов, то они точно уникальные. И это вот корреспондируется с выражением в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Ни во что нельзя войти дважды. Они все уникальны. Мало того, любой вот элемент мира он уникальный, но сознание для того, чтобы находиться в этом мире, да еще и двигаться, да еще и что-то делать, ну как-то конструктивно двигаться, оно должно это все дело разделять. Оно должно понимать, это одно, это другое. Оно не может видеть вот это вот все вот едино, цельно и нераздельно. А когда оно начинает разделять, оно именно таким образом и создает модели. Каждая вот эта раздельность создается таким образом, что убирается бесконечное количество аспектов, остается один, два, три, четыре, пять, лучше лучше один даже, но так не получается, несколько. Это принципиальная работа, когда ты бесконечность переводишь в конечность, но по-другому, если это назвать, то ты из вот этой вот живой вот части вот мира, в которой есть процесс меняющийся и неуловимый, создаешь грубую вот эту стройную обструганную конструкцию, а потом ты помещаешь эту конструкцию в свое сознание рядом с другой конструкцией, третьей, и оперируешь этими конструкциями. В простых там средах геометрия, математика, квадрат, круг нарисовал, они там совпадают и все хорошо, все хорошо в том смысле, что работают, работает там, работает система формальная логика. А когда это не такое простое, то эти все вот эти вот обстругаши, вот они слишком грубы для того, чтобы тонкие процессы, соответственно, тонкие процессы, там, любовь и все такое остается полем действия поэзии. А Маркс взял примерно такую же сущность, там, историю, и втянул ее в научный оборот. Это было всего, ну, сколько там, 150 лет назад. В это же время психологию, казалось бы, тоже взяли и втянули в научный оборот. То есть, в доказательно аргументированный. Но точно так же, как любовь, так же и историю, и так же и психологию нельзя вот этими простыми обструганными математическими моделями использовать, чтобы превратить вот-вот в науку. Уже приходится делать какие-то там отступы, какие-то там размытия, какие-то там нарративности и все это такое. Это я к тому, что диалектическая логика порождается фундаментальным свойством сознания разделять мир. И вот если это разделение до предела доведено, у нас появляются такие плоские науки, как математика, геометрия, что-то такое. Если чуть поменьше вот эти вот обстругивать, то появляются естественные науки. Если еще меньше обстругивать, то появляются вот такие вот модели для психологии, для истории, для политики, для экономики, переходящие в нарративы. Вот уже полные. Вот собственно и все. То есть в основе диалектической логики лежит фундаментальная способность и особенность и необходимость сознания мир разделять. Если мы его жестко разделяем, слишком плоско разделяем и вот тупо в том смысле, что навсегда разделяем, вот у нас получается формальная логика. Она нигде не работает, кроме математики, но последние 300 лет претензии на научность связаны именно с тем, что если нет математики, но не научно, тогда это рассуждение правильнее. Это так, за исключением только того, что научно-ненаучно, нужно понимать, что научно в некоторых границах, вот в этой парадигме научного подхода, который был создан 300 лет назад, на заре всего дела. А Ленин и Марс говорят о другой научности, понимаемой как адекватность, доказательность, аргументированность, уже в поле вот этих моделей, которые можно сказать меняются вплоть до противоположности в результате своего развития, а можно сказать так, на одном этапе нужно рассмотреть одну модель, на следующем этапе другую модель, третью модель это все есть вот эти вот изменения. То есть мы можем еще больше раздробить на еще меньше изменения, вплоть до как в клеточных автоматах вот каждый такт и что-то там образуется, на чем теория Больфрама держится. Но мы можем разбивать на большие блоки этапы и так далее. Этот этап характеризуется вот такими существенными частями, а этот вот такими существенными частями. И вот это вот оперирование этими этапами, когда у нас Россия та же самая, но Россия другая, Россия 20-х годов, это не Россия 30-х годов, а 30-х это не 40-х, а 40-х это не 70-х, а 70-х это не 2000-х. Это все разные России, но это все одна и та же Россия. Соответственно, мы берем этот вот процесс под названием Россия, рубим его на этапы, каждое вот это рубление это нарратив, консенсусный, кто-то предложил, кто-то по каким-то причинам это утвердилось, сначала в небольшом количестве людей, потом в большем, потом все общество приняло. Консенсусный. И вот у нас какие-то вот когда-то Маркс предложил, что вот первобытно общинный строй, вот феодальный, вот капиталистический теперь миллионы людей не знают, что это Маркс, но знают, что есть такое деление, и оно для них объективно, они даже вопрос не задают, откуда это деление, вот кто-то нарубил на эти этапы, периоды. И ну вот это вот рассмотрение России или самого себя в различных там этапах времени на различных периодах и совершенно бездоказательное с точки зрения формулы или там формальной логики разделение на эти этапы не алгоритмичное. Каждое это разделение можно оспорить и разделить по-другому. Провести границы рассмотрения совершенно по-другому можно. Там дважды два четыре нельзя оспорить, да и то там можно, а уж это запросто оспорить можно. и вот работа с вот такими более жесткими моделями, более обструганными и простыми это формальная логика, а уровень работы с более сложными моделями, менее обструганными, разделенными на этапами, ну или можно сказать цепочками вот таких моделей. Вот это вот это и есть диалектическая логика. Точнее так, это не есть диалектическая логика, это то, что лежит в основе диалектической логики. То есть как только ты вот эту резкость, ну знаешь контрастность, вот у тебя фотография, ты берешь и настраиваешь контрастность, убираешь цвет и настраиваешь контрастность. Вот когда у тебя черно-белое и без цветов. Контрастная получается. Вот картинка. Можно в фотошопе это сделать. Вот это вот формальная логика. А когда у тебя остаются еще какие-то цвета, какое-то вот это вот что-то такое, но уже как отдельные блоки и структура видно. Это диалектическая логика. А когда ты ничего там вот, просто фотографию поставил и ничего еще не крутишь. Это вот жизнь. Хорошо отпечаток жизни. Отпечаток жизни в твоем сознании. Отпечаток, нарратив, поэзия, что угодно. То есть степень абстракции, абстрагирования, степень вот этого моделирования в смысле создания модели, но тут еще очень важно, и степень держания за эту модель. потому что ты можешь сделать какую угодно модель, хоть черно-белую, но есть принципиальная разница. Схватился ты за нее, и теперь будешь сто лет с ней идти, или ты ее четко использовал для вот какого-то вот случая, прецедента, а потом так же выбросил, и потом из этой, из другой фотографии сделал другую модель, не менее четкую. Почему четкость хорошо? Потому что она говорит направо или налево. и в любом действии управленческом тебе четко нужно понимать, стоять или идти направо или налево, да или нет. Поэтому ты вынужден доносить это, дотаскивать это до уровня черно-белый, да, нет. Но если ты всерьез считаешь, что это да, нет, вот именно вот так вот и есть, и мало того, есть всегда, и независимо ни от чего, ты, конечно, никакой там не философ. Точно так же, когда ты не можешь произвести вот эту модель, эту абстракцию, а просто бесконечно и долго обсуждаешь какие-то фотографии жизни. То есть видеть структуру, уметь ее доводить до черно-белой вот модели и в то же время понимать, отдавать себе отчет в том, что эта модель, а не жизнь, и что, соответственно, она применима только конкретно, только вот в этот раз и вот для этого. Модель, она всегда конкретно для чего-то, а для любого другого конкретного нужна другая модель, и вот эти вот конкретные модели должны вот увязываться друг с другом. Вот это и есть вот эти вот цепочки вот этих вот моделей, которые я сначала показывал в виде там периодов, когда вот Россия 20-х, 30-х, это. Собственно говоря, любое развитие, любой процесс, находящийся в развитии, обладающий бесконечным количеством аспектов на каждом этапе, в каждой точке развития, ты вынужден вот пилить на такие цепочки взаимосвязанных моделей. И сам этот распил, вот современное слово, распил, он совершенно, значит, не алгоритмируемый, но он абсолютно необходим. И поэтому наука, да, конечно, наука, искусство, конечно, наука, конечно, искусство, но не с той с точки зрения, не из той вот парадигмы, глядя, которая сложилась на основании математики, даже не физики, а механики. Механика это самый примитивный раздел физики. Механика это движение твердых тел. То есть, вот можно сказать, там математика, хорошо, не будем выделять из нее там арифметику, алгебру, там более сложные какие-то, математика, но отдельно выделим из нее геометрия, как такая вот наглядная, работающая с фигурами и что-то многоугольниками. Планиметрия, стереометрия учат сейчас дети в школе. плоскость и объем. А и вот это вот, что-то, сбился я немного, что-то последнее я говорил. механика. Как начальный, можно сказать, первичный раздел физики. Вот, собственно говоря, именно механикой и математикой занимались все вот эти известные физики 17 века, от которых пошла есть современная парадигма науки. А научность в этой парадигме это переноска, попытка переноса, процесс переноса методов, применяемых в математике и механике на более сложные вот эти вот разделы человеческого знания, фактически человеческого бытия. Вообще-то это механистический подход. Ну да ладно, так как другого нет, мы здесь находимся в той же самой ситуации, как Черчилль говорил про демократию, что погано это дело, но ничего лучше человечество не придумало. Ну вот, да, вот так вот все время вот в таком вот мы находимся. Любые препятствия в любой игре, неважно компьютерная это игра или игра жизнь, достижения, она выглядит таким образом, что ты матерясь преодолеваешь препятствия и постепенно учишься их преодолевать все лучше, все быстрее, все эффективнее. Но когда ты научился их преодолевать предельно эффективнее, для тебя игра кончается и ты материться начинаешь еще больше, но в другой форме. То же самое про вот диалектику в виде черчиллевской вот этой вот демократии и то же самое в виде вот научности, то есть вот у человечества нет другой научности, кроме вот этой вот примитивной, похожей на демократию Черчилля и надоедливые препятствия там в игре, ну ничего другого нет. Пройти вот только вот так вот, поэтому как-то вот как как-то 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 секундочку. Вот-вот-вот-вот. Повторю, вцепленность руками в модели глупая цикленность, выработанная в рамках механической привязки, механическим ориентиром, механической парадигмы, механического подхода к науке, образовавшейся 300 лет назад. Вот это и есть формальная логика в каких-то сложных областях. там ничего не получается, она отбрасывается и люди, которые этим управляют, управляют просто исходя из своих там желаний, инстинктов, представлений, как правило, дурацких. Это то, что Маркс, Ленин называли ненаучным, ну, ненаучным подходом к управлению общественными процессами. Сколько бы человек не знал в какой-то конкретной области, если он не обладает диалектической логикой и соответствующим мышлением, все его действия будут абсолютно ненаучными, потому что он просто будет перетаскивать в эту сложную область, которая является там жизнь, какие-то процессы, тренды, механистический вот этот вот абструганный подход. И получать иногда правильные там решения, но большей частью неправильные. А иногда эти неправильности будут тонкие. Что такое тонкие? Они не видны на первом, на втором шаге. Они видны там на третьем, пятом, пятнадцатом. Там Аральское море пересохло, там океан пластиком захерачили, там еще что-то такое. И напротив, человек, который понимает, что каждая конкретная модель, она для вот этого случая, что модель и жизнь это совершенно разно. Модель это как букву написать, как бирку слова навесить. Неважно, буквами ты это написал, звуками. и если ты этими бирками, токенами жонглируешь и выстраиваешь из них какие-то комбинации, это совсем не значит, что те процессы, которые обозначают эти бирки и токены, точно так же будут выстраиваться и выстраиваться с точки зрения получения каких-то результатов. Ничего подобного. Хотя бы по той причине, что для тех процессов ты можешь создать совершенно другой набор бирок токенов. И еще третий и пятый и сотый и миллионный и бесконечный. И жонглировать любым набором ты можешь как угодно. Но если ты не понимаешь, не видишь этих слоев токенов, а считаешь, что вот тот набор токенов, бирок, фишек, вот он единственный и он полностью совпадает с жизнью, ты его отождествляешь жизнь, свои модели и жизнь ты отождествляешь. Ну конечно какая, какая научность? Только головой в тупик, как страус. Ладно. Хорошо. Василий, будь добр. Хотел сказать по поводу как раз научности вот этих переходов в создании моделей сознательным, что относительно недавно ты писал в чате, присылал переписку с Риазом. Да, да. Относительно недавно это оказывается было 7 апреля. Я сейчас нашел просто в чате. И там там было на английском и в общем что мне понравилось то, что это было на английском и хотя в целом все это было знакомо, но поскольку написано на другом языке, оно как-то по-новому во мне прозвучало. Потому что я привык много чего читать на английском и если честно вот какие-то сложные тексты я даже лучше на них воспринимаю потому что я в основном сложные тексты читаю на английском и там был такой момент где про слова то, что человек сталкивается с какими-то пеноменами обрубает их до грубых моделей называет это словами а потом удивляется что там почему там слова не стыкуются в каких-то моментах потому что это грубые модели и тогда я подумал что ты говорил об этом и до этого что мы отрубаем бесконечности всех аспектов оставляем то все но я как-то это воспринимал что как будто там это знаешь типа метафора как будто мы это отрубаем что на самом деле этого мы не делаем а как бы это типа как-то само происходит типа это не человек делает это само происходит а тут я это прочитал над иском и как-то я понял что ведь мы реально это прямо делаем каждый раз когда создаем модель другое дело что мы это делаем ну кто мы я вам в общем говорю не конкретно что это делается в том числе несознательно то есть человек как-то там просто сталкивается и вот он как-то об себя этот то, с чем сталкивается нарубает на модели и вот это ненаучный как раз подход в том что он нарубает его несознательно и когда я об этом подумал побольше я понял что в этом моменте нарубание моделей хоть сознательное хоть и создательное оно связывает мышление, как процесс полностью контролируемый нами, когда мы какие-то кусочки идем-идем по цепочке, оно связывает это с волевыми процессами, которые тоже контролируемы могут быть сознательны, но тем не менее, когда мы говорим о волевых процессах, о них нечего сказать. Их можно только делать. Любое принятие решения, оно не касается никакого мыслительного процесса, оно просто делается. Точно так же, как ходьба. Мы просто ходим. И если попросить кого-то обсудить ходьбу, как кто-то ходит, то там можно говорить все вокруг ходьбы, но непосредственно про саму ходьбу сказать вообще ничего нельзя, потому что это волевой процесс. Мы просто ходим. И вот в этом моменте, когда происходит нарезание феноменов на модели, это волевой процесс в том смысле, что мы ничего не можем сказать про то, как конкретно это происходит. Мы не можем ничего сказать про механизм внутренний. То есть мы понятно можем сказать, допустим, про механизм ходьбы, что там мышцы, то все, пятое-десятое, но это не ходьба. Ходьба – это сам процесс, то, что человек делает. То, как там это физически выполняется, я не про этот механизм делаю. Я говорю про механизм, как мы ходим. Мы просто берем и это делаем. Как-то, в общем-то, любое действие, оно затрагивает волю, и в этом смысле мы его просто берем и делаем. И поэтому, поскольку мышление, оно вот в этом моменте, нарезание мира на модели, оно связано с волей, что мы это просто делаем, то и я понял, что вопрос о том, как, допустим, как проводить границы, и в этом смысле научность проведения границ, она не может быть совершенно такой же, как научность обычная, которая что-то там связывает с цепочки, никак. Она может быть научность только в том смысле, если человек осознает, что это можно делать специально, как человек может осознавать, ну, он просто ходит, научился это в детстве, с тех пор ходит. Он может делать это сознательно. И тем не менее, когда он делает это сознательно, он может достигнуть мастерства в этом, но тем Тем не менее, говорить там об этом нечего там об этом говорить. Он может просто рассказать какие-то что-то, касающееся ходьбы, и другой человек, который специально сознательно занимается ходьбой, его поймет, и как-то что-то там будет тоже из-за этого извлекать. В этом смысле про проведение границ там проще, потому что можно давать основания для проведения границ какие-то. То есть, чтобы пояснить другому человеку, который понимает, что нарезание модели – это проведение границ, можно давать основания, что у меня были такие-таки-таки основания для проведения границ, и зная о том, что проведение границ зависит не только от оснований, на которых они проводятся, но и от всего-всего-всего, что включено в человека, и как раз проведение границ зависит от всего-всего, что включено в человека, потому что это тоже волевой процесс. То есть он не стандартизирован для всех, он для каждого конкретный. И в этом смысле научность заключается в понимании оснований, на которых проводятся границы, и в понимании этих мотивов, ценностей, которые двигают человек на конкретный выбор модели, который он делает на этом основании. То есть научность в проведении границ, в нарезании этих моделей, она строится только на высказывании оснований, на которых это проводится, и понимании того, что двигает человек, когда он вообще это делает. Понятно, что и сами основания, это тоже уже какие-то проведенные границы, но если два человека понимают, о чем они говорят, они как-то сконтактятся. То есть это научность, но это действительно совершенно другая научность. И в этом смысле интересно, что там даже, когда мы говорим про какие-то волевые действия, там понятно, что в том числе это любая ходьба, движение, пение, катание на велосипеде, что угодно. Но в том числе, когда мы говорим про что-то волевое, то часто говорят про принятие решений. И решение, там интересная даже этимологическая связь есть, потому что слово «решать» — это корни резать. А любое разрезание чего угодно — это и есть проведение границ. И в этом смысле тоже такая есть глубокая, удивительная связь здесь между проведением границ, моделей и волевыми решениями. Спасибо, Василий. Я возьму слово. Я сейчас по нескольким пунктам твоего выступления выскажусь. А перед этим хочу закрыть тему, что когда я говорил, что вот спасибо Оленкову, шесть вот этих вот он пошел. И с 30-х годов по середину 80-х вот этот вот шел процесс изучения. Причем это там только вот известные, там человек 70, я говорю, ну так условно. А так-то понятно и побольше было, как любая пирамида. Здесь 70, там значит вот 800, а там там несколько тысяч, а там еще что-то. Ну, по крайней мере, на протяжении всех этих 50 лет во всех вузах Советского Союза, вот на всех там вот кафедрах, в специальных институтах этот вопрос исследовался. Но результат нулевой. Вот это я хочу сказать. Результат абсолютно нулевой. Были мощные дискуссии, сражения. Издавалось огромное количество книг, статей, учебников. Ноль. Результат нулевой. Вот что это за тема. Вот таким вот образом. Я сейчас никаких вот аргументов не привожу, почему это вот нулевой. Но даже вот то, что считается учебником там Ильинкова, его назвать, если вы начнете читать, это очерки о, я уж не помню, о диалектической логике или о диалектике, но это очерки на тему. Вот очерки использовался как учебник. И, но даже назвать это вот очерками, это все равно вот смело, потому что, если понимать, о чем идет речь, это очерки вокруг да около, вокруг забора этой темы. Ну, сказал и сказал. Заодно, получается, что покритиковал, но критика здесь это была там вторая, там десятая. Важно, что настолько сложная тема, что после того, как вот классики высказались, носители диалектического мышления, носители диалектической логики, не носители диалектической логики, используя любые рычаги. И, ну, я смеюсь, потому что, кроме интеллектуальных, есть еще административные, когда там в дискуссиях какое-то количество математиков возражало, да что ж это за логика такая, когда и одно, и тут же вот другое, вот Ильянков им говорил, что вы не понимаете, и какие-то там решения проводил, чтобы их не то чтобы с работы увольняли, но что-то такое заставляли их, короче. Советская власть и все такое, это и есть административные рычаги. Вот, не вышло там ничего. Это вот я закончил ту тему, которую начинал. А вот теперь по поводу Василия. Василий говорит, что, сводя это к волевой вот этой вот части, что это вот единое, цельное, ну, потому что вот волевое, и ничего сказать о нем нет. Короче, когда ничего нельзя сказать о чем-то, вот ходьба это или то, как мы проводим границы, это означает, что оно единое и цельное. Ясно, да? По-другому? То есть, как только мы умеем его делить, это значит, мы можем что-то сказать. Так вот, поэтому сводишь ты это к воле, ну, в смысле, начинаешь от воли или от чего-то другого, все равно, если это что-то вот, о чем сказать нельзя, это вот такое вот цельное там единое. И я хочу сказать, я тебе хочу сказать, что, в общем-то, вот диалектика мира устроена именно таким образом, что он цельный и неделимый при первом взгляде на него. Вот мы, вот наше сознание, на примере нашего сознания еще, пускай. Сначала мы даже не осознаем, мы ходим или мы проводим границы, или мы обладаем сознанием, мы не осознаем. Потом в какой-то момент мы осознаем, мы ходим, мы проводим границы, мы обладаем сознанием. А вот потом начинается вот это деление на какие-то... А, сознание? А вот когда мы мыслим, это вот у нас мысли, это одна часть, а там, где сны, это другая, а там, где мы чувствуем радость, печаль, это же третья часть сознания, а там, где мы аргументировано что-то, и там считаем, это же интеллект, это другая, и мы начинаем, о, есть вот то, вот то, вот то, потом приходит какой-нибудь пионер и говорит, «Ребята, есть умник и зеленый». И все такие, а что они, правда есть? А он говорит, ну, знаете, ну, в каком-то смысле есть, а так нет. Забываем про этого пионера, возвращаемся к самому первому пионеру, который сказал... Мне нравится вот это произношение слова «пионер». Так произносилось в 30-х, 40-х, 50-х годах, здесь чувствуется некая ироничность над пионерами. И когда мы возвращаемся в самое начало, то, ребята, оказывается, та же самая ситуация. Никакой души, никакого интеллекта, никакого чувства, никакого, извините за выражение, даже квали не существует. Существует нечто единое, цельное и неразрывное. И если тут нам приходится то туда окунаться, в неразрывность, то в разрывность. И если мы говорим «квали», то мы сразу же получаем и интеллект, и чувства, и восприятие, и то, и то. Ничего этого нет. Это все модель. Но это все есть. Но вроде как и понятно, в каком-то смысле этого нет, в каком-то смысле это есть. Ребята, вот «умник» и «зеленый» – это точно так же. В каком-то смысле это и есть и очень жестко. А в каком-то смысле этого нифига нет. В общем-то, это относится ко всем моделям и к любому нашему видению. Чего? Чего-то цельного и неразрывного. И наша эволюция диалектическая, она идет таким образом. Вот мы сначала видим цельно-неразрывно, вот мы начинаем разделять-выделять, вот мы еще больше выделяем-разделяем, вот мы уже настолько разделили, что уже не можем управляться с этими частичками, с этими разделами. И нам тогда нужно создавать какую-то вот такую вот новую форму, где вот мы вот это все воспринимаем опять как единое, при том, что понимаем, что в нем есть вот это вот различное. Визуально это напоминает, как вот зерно, вот оно целое, вот посадили, вот росточек, вот там три листика, вот это, вот это, и вот уже деревца, вот саженец, вот уже дерево, и вот уже вот мощный дуб, и если вначале было три листика, и ты хорошо там на них смотрел, а потом там 10 веточек, и все это, то теперь вот, но ты можешь его описать, как вот крона, ствол, корневая система, вот такой вот единый объект, и понимаешь, что и это все условное разделение, крона, ствол, это вот единый вот объект, и ты прошедший весь этот путь, понимаешь, вот это вот единство того, вот что ты видишь. Точно так же, если мы возьмем душу, интеллект, квали, это мы, и вот на каком-то вот уровне, когда вот мы через это пройдем, мы понимаем, что это нечто вот единое, а все эти конфликты, между прочим, между чувствами и интеллектом, это конфликты между моделями в нашем сознании, когда мы описываем вот это единое и нераздельное. Да, там не получается, да, прям буквально, практически воюют вот эти разделы. Но что значит они воюют? Да, есть неопределенность, а так как мы обладаем чувствами, да, нас эта неопределенность мучает, а так как у нас там не сходится в интеллекте, да, у нас там не сходится, мы видим там вот оно не сходится, а и плюс у нас еще дополнительное закольцовано вот это, что когда у нас что-то не сходится, мы дополнительные чувства по поводу, не только неопределенности, а то, что не сходится, испытываем, и вот мы попадаем вот в эту вот, как недавно в этом фильме смотрел, называют перевод с английского, позитивная обратная связь, ну, в русском языке есть положительная и отрицательная, позитивная обратная связь, да, и вот оно, вот оно закручивается, и вот мы там это вот еще и воспринимаем, ну, вот, вот нормально, если бы у нас чувств не было, если бы мы были ботом, ну, мы бы как-то там вот бились бы во что-то, все равно бы выбрали в конечном итоге одно, или там сломались, не смогли бы функционировать, а так у нас есть чувства, и много чего есть благодаря аквалио, то прям проблема, да какая проблема? Спокойно, вот, ну, понятно, что проблема, да, вот, и если мы возьмем тот же самый вот ходить, даже ты вот коснулся, что, о, а если человек осознанный, то, значит, его можно научить ходить, и он будет так ходить, как в этом, знаете, фильме, если кто смотрел сериал «Мандалорец», сейчас вот вышел третий сезон, как они там ходят, вот, учитесь, спина ровно, ноги от бедра, ступня расслаблена, их учили специально ходить, и они там ходят, уверенная такая, красивая, в нужном ритме такая походка, вот, так что вот, а можно еще и по-другому научиться ходить, а можно так научиться ходить, что ого-го, да что там, такое глупое занятие, как по мечу бить ногой, то знаете, как можно научиться, вот, и, соответственно, когда ты учишься чему-то, это и есть, что ты вот этот вот мир разделяешь, разделяешь, разделяешь единый, и для себя, а когда ты научился, и у тебя есть таланты, и для других можешь это разделить, И потом на высших уровнях мастерства объяснить, что, знаешь, ты не должен думать ни о стойке, ни о том, как ты мышцы эти напряг, ни это, то есть ты вот всем собой должен вот это вот делать, вот этот удар ногой или рукой, или там по мячу, привет, фуква, и даже голову не включать. Как не включать? Я столько лет тренировал осознанность. Вот высшая твоя осознанность заключается в том, чтобы контролировать себя в такой степени, чтобы не включать свой интеллект в голову, потому что как только ты пропускаешь через вот эту вот светлую часть сознания, дневную часть интеллектуальную, ты тут же замедляешь свои реакции минимум в три раза, а некоторые и в 30 раз. Вот и все, и привет, и поехали. Вот. Вот. Соответственно, когда ты проводишь границы рассмотрения, то же самое. Ты их вот так вот всем самим собой проводишь. И на том уровне, когда ты это делаешь полностью несознательно, когда ты никакого представления о них не имеешь, ты все время проводишь границы. Другое дело, что ты для проведения пользуешься готовыми шаблонами, и первые 21 год, пока ты не получишь статус взрослого человека, где-то в каких странах 18, раньше это было 13-14, где-то 21 год. Что такое 21 год или 18 сейчас? Что такое ты получаешь права голосовать или жениться или сделки заключать? Это общество признает тебя взрослым. А что такое оно признает тебя взрослым? Это ты родился в этом взрослом слое. И теперь тебе один день, ты очень молодой взрослый, ты малек, рыбешка. Тебе один день во взрослом состоянии, и вот дальше ты начинаешь взрослеть и матереть вот в этом взрослом таком вот состоянии. Десять лет, двадцать лет. А вся реклама за тобой охотится, потому что с 20 до 30, пока ты вот взрослеешь, ты уже взрослый, но ты совершенно еще ребенок. И поэтому тебе вот самые вот эти вот такие вот завлекательные предложения от казино до моды, и ты же мир щупаешь. Вот все на тебя ориентировано, плюс ты, хотел сказать, жирный, а нет, наоборот, стройный такой этот. Ты можешь много работать, зарабатывать, этот, все это вот. Вот на работу тебя везде берут. Вот на тебя будет вся вот эта вот реклама. Но то, что тебя везде берут на работу, кажется, что ты платежеспособный, кроме тебя есть платежеспособный. И еще там то-то, то-то, то-то. Это лишь второе и третье, там четвертое основание для рекламы. А первое, это то, что ты только что народившийся малек во взрослом мире, и за тобой легко охотиться. Вот такое вот. Ну, сказал и сказал. Вот, это я к тому, что любое, то, что мы встречаем, оно нераздельно. И когда мы то ли учимся границы проводить, то ли учимся взрослой жизнью жить, то ли учимся ходить, то ли бить по мячу, то ли петь, то ли что-то такое еще. Поэтому мы разделяем, 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 разделяем с помощью других людей, с помощью созданных шаблонов. И если мы все делаем правильно, с какого-то момента, достаточно отдаленного от начала, мы начинаем объединять, 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 объединять. Это вот целое, вот это вот гармоничное это объединение. Конечно, это то же самое единство, что в начале, но это совсем другое единство. То есть там ты не знал и не подозревал, что существуют частички и какие существуют. А теперь ты знаешь, что частички, и в то же время ты уже способен воспринимать это как единое и как целое. Вот таким вот образом я бы возразил в каком-то смысле, а в каком-то смысле согласился и дополнил Василий твое выступление. Да, Василий, вижу руку, говори, пожалуйста. Да, согласен. И хотел еще коротко сказать по поводу того, что я называл волевым, что о нем как бы нечего говорить. И да, я там согласен, что там сначала ты нечего говорить, а потом и появляется там о чем говорить и так далее. В том числе даже какие-то мега сложные темы, как там проведение границ. Там можно и вплоть до величайших деталей все это в итоге разделить, а потом вернуться обратно к единому, уже зная, что оно делится. И так, и так, и так. Но я хотел еще показать на такую штуку, что тем не менее в действии, непосредственно в самом действии, уже нету вот этого момента, который связан. Я не могу точно сформулировать сейчас, но я хочу указать на то, что действие это вот тот момент, который не поддается мыслительной обработке. То есть это тот момент, когда... Я хочу сказать, вернуться к воле, с которой ты начинал, что начало, ну это некий волевой процесс. Так вот я хочу сказать, что благодаря наличию квали у нас есть возможность создавать волевые процессы, у ботов их нет. И именно волевые процессы, волевые акты порождают новые процессы, все новое. В основе порождения нового лежит воля в виде желания, невозможности терпеть, чего угодно. Но это вот способность чувствовать и желать квали, которая облекается в волю достижения, перемена. Другого источника новых процессов в мире нет. Вот. Поэтому то, что ты сказал, вот очень мощно, по крайней мере, это дало мне возможность подпрыгнуть. Знаешь, такая есть доска в этих спортзалах школьных. Опа! Вот. Так что отметим это вот место про волевые процессы. И теперь, пожалуйста, продолжи то, с чего ты остановился. Я на самом деле там закончил. Я просто хотел сказать, что вот именно, когда начинается действие, заканчивается мысль в этом смысле, что больше нет смысла там что-то делить или даже... И заканчивается вот это созерцание модели, и мы готовимся все время к этому моменту. Но когда начинается действие, все. Там нет уже в этот момент мысли. И я говорил про это, что там в этом смысле не о чем говорить, что я просто потом это еще... Границы в моем разговоре не сместились в сторону, что там нечего говорить как бы об этом. Но в том числе я хотел еще сказать о том, что когда начинается действие, то заканчивается мышление. То есть вот там есть такой момент в каждом волевом акте, что как только мы начинаем непосредственно делать, то вот это уже не мышление. И оно не связано... То есть с одной стороны... Да. С одной стороны это не мышление, с другой стороны, когда мы... Это мышление. Вот я предлагаю, да, именно вот этот акцент сделать, потому что когда мы, так сказать, классические мысли, мы даже осознанно выбираем границы рассмотрения, туда обязательно входит наше предстоящее действие, то есть наше позиционирование по отношению к нашему будущему, что мы собираемся там сделать этими моделями. И именно это позволяет нам из бесконечного ряда вот этих вот наборов токенов, там моделей, выбрать конкретный, нужный, да, вот этот слой, ну, конкретную вот модель. И я хочу сказать, что... Я здесь хочу сказать, что мышление и действие... Я всегда был противником их соединения, мышления и действия, но только в таких дидактических целях. Я повторю, что любой молодой человек, у которого много вот здесь в голове и много в душе, он не любит шевелиться, и он считает, мысль, помыслил, это вот уже и действие. Ничего подобного, нужно разделять. И когда ты становишься взрослым, тебе это нужно разделять, чтобы приобретать вот этот вот практически опыт контакта с той средой, в которой находишься. Среда – это культура, это вот общество. Вот это под культурой, я имею в виду не просто песни петь, а все. Любой аспект, экономика, какие-то там действия, какие-то там семейные связи, что-то еще, это все человеческая культура, это все создано людьми. Это все вот эта вот среда, внутри которой, среда обитания человека, внутри которой он находится. Вот. И... Одну секундочку, отвлекся. Люкси, а что, с чего я начал? Сейчас. Ну, молодой человек, у него вот много действий. Да, 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 действия и мысль, да. То есть вот я разделял в учебных целях. Но, безусловно, существует некая суперсистема, и вот благодаря диалектической логике, где предстоящее действие является обязательным элементом мышления, понимаемого как осознанное создание модели, то вот это вот действие, то есть это получается такая, знаешь, непрерывная цепочка, да? Это традиционное там вот мышление, там действие, а вот оно все как пространство-время, да? Вот оно вот, единый континиум. И вот это вот мышление и действие – это непрерывный континиум. Должно быть так, что не бывает, ну, в идеале, ну, или там, вот я говорю, должно быть так, или там адекватность соблюдается тогда, когда действие, мышление, действие, мышление, действие, мышление, действие – Это непрерывная цепочка и одновременно одно единое пространство. Потому что если только вот это вот мышление, которое в голове, все, это заблуждение, даже не 99,9%, 100%. Когда это действие, вот сплошное, это вообще человека нет, потому что вот он растворен в этом действии, вот он и есть неосознанный. И вот любое сочетание мышления и действий как единого континуума делает человека осознанным и не находящимся в плену вот своих фантазий и иллюзий. И вот какой-то пик этого, какая-то вот гармоничная высокая часть этого, это и есть диалектическое мышление, когда человек одновременно является философом и действователем. Философом понимаем как тем, кто осознанно может создавать, разбирать, трансформировать любые модели. А действователем это как тем, кто все эти модели обязательно привязаны к его действиям, ну и желательно, чтобы его действие росло, росло по масштабам, по мощности, по тонкости и все это такое. Вот такой вектор развития. А Сергея Гаврила, я хочу сказать, смотри, как оказалось, да, трудно задать, как ты сказал, умные темы там для обсуждения. И это тоже, знаешь, в этом там диалектика. Она заключается в следующем. Только в простых системах, ну, например, там, опять же, геометрия или там что-нибудь там, механика, когда тела. Можно шар один катнуть, и он ударится в другой шар и пойдет, значит, вот это. Или нарисовал вот черту, еще вот одно, ну, это иллюстрация, почти условно, но тем не менее. А в таком вот пространстве обсуждения, да, еще какого-то высокого обсуждения, недостаточно задать тему. Нет, иногда можно и тему, но здесь важен импульс. А импульсом может быть, извини, даже не просто вот название умной темы, а какая-нибудь дурость. И пошло-поехало, огонь разгорелся. Вот чем культура отличается вот от геометрической доски. То есть любой импульс вот жизни, неважно какой он, тут же порождает. Неважно, какой он, я имею в виду, название темы, сказанное с заинтересованностью. Название темы, воспринятое с заинтересованностью. Не название темы, а шутка. Не шутка, а глупость. Не глупость, а интересная история. Да просто двое начали разговаривать, друг другом заинтересовались. И тут вот пошло-поехало. Особенно, если это те, в кого вкачано много, высокоэнергетические такие сущности. Вот много в них всего. Достаточно искры. Вот. Поэтому, знаешь, саму вот умную тему вот задать, это все равно как сказать. Ну хорошо, Ленин философ. Ну какие он философские эти произведения писал? Как будто философ это тот, кто пишет философские произведения. Да хоть ты выпиши, семей. Какой ты философ? Ну или там поэт. И наоборот. Если ты стратег или философ или поэт, да вот ты во всем будешь проявляться. Даже когда ты специально не написал, там как Ленин, ни одной. Ну ладно, Ленин надо было отметиться. Материализм перекритицизм написал. Витгенштейн, на которого вот мы молимся. Ну хорошо не мы, хорошо я, хорошо не молюсь. Ладно, вот, значит, и тот вот пока его, кто там этот вот Рассел не уговорил, ну говорит, пойди, вот экзамен сдай, чтобы у тебя вот что-то философ. Он говорит, не хочу. Он говорит, ну пожалуйста, я у тебя буду принимать. И это, я же твой друг. Ну ладно, я уже смеюсь. Ну хоть как-то, потому что, ну всегда он философ. Витгенштейн. Ну а тут, чтобы вот еще и вписаться вот в какой-то там вот контекст. Все правильно Рассел сделал, а как же. Вот, и кто, те, кто из нас идут таким путем, я имею в виду прежде всего, вот, Евтушка, там, Буквана. Вот молодцы, правильно, чтобы вот, как говорил Чехов, да, в Чехе все должно быть прекрасно. И лицо, и диплом, и что-то там он перечислял. Вот, поэтому, так что давайте, давайте, да. Да-да, да-да, Чехов так говорил, только в лице своего. Короче, это из дяди Вани, что удивительно, да. И при том пьяненький там учитель поутру. Вот. И вот он это говорил, да. Недавно я сам прочитал, думаю, о-о-о. А я недавно посмотрел. С похмелья, да. С похмелья всегда, кстати, извини, умные мысли приходят. Вот не всегда, не всегда, не у всех. А я вчера посмотрел «Гусарская баллада» фильм. Как он, 62-го или 64-го года. Ребята, я восхитился. Я восхитился, какой он смешной, остроумный, там, вот, легкий. Ну, понятно, они сражаться там на этих вот саблях не умеют. Пусть то, как мы и Джеки Чанос, или столько какие-то, такие уровни мастерства. И вот они, значит, вот это. И что-то еще, и что-то. Ну, сколько анекдотов, извини, про поручика Ржевского. Это же все, наверное, оттуда. Наверное, оттуда, потому что больше Ржевского. Нет, оттуда. Я могу рассказать еще анекдот. У меня в школе один товарищ говорит, «Я в войну прочитал четыре тома из-за поручика Ржевского. Там про него ничего нет». Это, говорит, подстава. Ну, про поручика Ржевского они все такие, анекдоты. А с другой стороны, я сегодня оценил, думаю... Искромный, да. Вот мне было интересно, я вот знаю этого актера Юрия Яковлева, да, даже и там других актеров знаю, Ильдара Рязанова, и там Крючков, там. Ну, неважно, там что-то такое, и тема, это. И думаю, я смотрю, и да, это там, в общем-то, такой старый фильм, но это все равно в моем пространстве. Ну, пусть раннее там какое-то там, но это вот все равно. Но вообще-то, если бы я сейчас вот был бы молодым человеком, родился, ну, сейчас вот молодые люди, это, представляешь, это смотреть фильмы с 60-летней давности, это примерно как для меня, молодого человека, который вот там, ну, допустим, там вот 16 лет, там я на Мехмат поступаю, 75-й год, или, ну, примерно, да, вот это вот время, я молодой человек, и я буду смотреть фильмы 1915-го года. Да это охренеть! И что-то об этом там думать. Да я даже 20-го, 30-го, 40-го, 50-го, я даже 60-х не буду смотреть, 75-го. А еще 15-го. А это про нарративы. Сколько людей, столько и нарративов. И мы даже не подозреваем, сколько всего определяют эти нарративы. Вот я вот в этом уютном пространстве, а вот молодой, прям, такой, скажем, организм, совсем в другом пространстве. И у нас абсолютно разные реальности. Хотя действительность одна и та же. Ну, это я, то есть, такой терминологии. Представляешь? Это в 75-м году Великая Отечественная война, это было далекое прошлое. Гражданская война, это еще более дальшее прошлое. Революция, это еще, да революция, царизм какой-то, это вообще не древние времена. А это всего 15-й год, это еще Николай Второй правил, и все это такое. Колоссальная дистанция. А сейчас вот эти вот 60 лет, это вот вроде рядом. Но для других это совсем не рядом. Вот такое вот. Так что вот за дядю Ваню спасибо, вот про Чехова. Ну, когда все прекрасно, да, должно быть. Да. Да, вот такие вот умные темы, что вот так. Импульс нужен. Ну, на самом деле даже импульс не обязательный. Основное, основное, это чтобы собралось какое-то количество высокоэнергетических объектов. Поэтому так посидят, так искра, искра все равно проскочит. И довольно быстро. Но само вот это словосочетание «умная тема», оно смешно. Да, да, да. Ну, и в том смысле, что на умную тему можно там, как дураки, скучно, неинтересно. И на какой-нибудь, как Козьма Прутков, как выдаст. Ну, все, вот каждая там достойна памятника. Так что вот так вот. Хорошо, дадим слово Роме Самбулу. Вот смотрит он на нас индифферента сегодня. Давайте посмотрим, что скрывается за этим взглядом. Вот уже. Давай, Рома. Всем привет, привет, да. Ну, у меня, как обычно, работает эта рефлексия. Но мне очень понравилось, как Лейн сказал, что... Так, сейчас у меня сбивка здесь была. Так, сказал, что когда ты действуешь, когда ты мыслишь и одновременно действуешь... Крайне, ты сказал, что это и есть, как бы, когда ты философ, да, или на основе диалектической логики действуешь, совмещаешь вот обмысление и действуешь. Да, это вот верхушка вот этой вот осознанности. Потому что противоположностями ее являются или когда ты только мыслишь, ну, тогда ты весь в иллюзиях. Или когда ты только действуешь. А вот мыслить и действовать, а мыслить, чтобы для действия, это должен только на основе диалектической логики, когда вот то, которое не то, постоянное превращение, модели... Вот туда, вот это вот идеал, который создается именно диалектическим мышлением, мышлением, действующим на основе диалектической логики. Вот туда бы человечество. Да-да. Я все время... Ну, у меня, знаешь, это первое работает, когда вот я применительно все, что мы обсуждаем к своей жизни, отношу такая... Такая первая зона, как бы, вокруг меня. А вторая, потом наше сообщество идет. А третья уже мир. И, конечно, вот... Вот, кстати, хорошо, что я сейчас разделил. Я думаю, что это правда. В том смысле, что в этих зонах сознание работает. Ну, у меня, по крайней мере. Я вот между этими зонами постоянно летаю, как бы. Я осознаю, что вот меня от себя там до внешнего мира постоянно как бы такой диапазонит. Вот. Ну, когда я выхожу за границей и думаю о внешнем мире, то есть думаю о мире, да, хочется там, чтобы вот он был такой, там все должно быть изменено, там, не знаю, там какие-то проекты надо делать или что-то там с людьми. Вот. Потом я возвращаюсь к себе и понимаю, что да, для этого нужно вот это, вот это, какие-то скиллы, силы духа и так далее. Так, я это сказал, но, наверное, главное, что хотел сказать, что вот эта работа, а, я почему это отметил, потому что я обрадовался в этот момент, потому что я чувствую, что у меня, ну, я живу вот, вот, как бы вот в этом всем. Не знаю, как можно оценивать мой философский уровень или там, не знаю, уровень как философа, но я могу про тебя сказать, что вот эта связка у меня есть. Вот. Она есть, это существует, это работает, во многом это было благодаря Клейну, в том числе и взаимодействию там с Клейнами в проектах и везде. Вот. И еще сейчас мысль главная, что... Да, могу сказать, что вот эта деятельность на этой основе, она, конечно, все-таки ведет к некоторому освобождению. Ну, не к тотальному, но к некоторой такой свободе она все равно приводит. Вот, наверное, это главное. Мысль. Пока все, что могу сформулировать. И, может быть, надо здесь подробнее развернусь, о чем я говорю, когда говорю о свободе, но не знаю. Может быть, всем понятно. А я, знаешь, хотел подчеркнуть такое, вот, когда ты сказал, что не знаю, насколько я философ и так далее. То есть я тут вспомнил, что буквально вот недавно я писал, и там называется что-то такое Хайдеггер и что-то такое Моторшилова. Ну, там в этом тексте, в заголовке это вот есть. И там именно вот Моторшилова приводит вот цитату из Хайдеггера, который говорит, что вот то вот, куда вот мы идем по мере развития мышления, это то, что философы должны исчезнуть. Это такой величайший философ, как Хайдеггер, говорит об исчезновении философов, как о смене парадигмы. Смена парадигмы – это мои слова. Я имею в виду следующее. Да-да. Он там говорит, что язык философа должен стать там обыденным. Я своими словами пересказываю. А действия философы должны вот не отличаться от жизни. Ну, просто жизнь вот такая. Ну, например, как твоя. Я имею в виду, где вот мышление и действие вот таким вот образом связано. И где, короче, когда ты действуешь, это и есть жизнь. Ну, ты же постоянно действуешь. Да-да-да. Нет никакого специального аквариума, где ты проявляешься тут вот как философ, а тут вот как жизнь. И мало того, он говорит, что в этом случае уже это не философ. И он даже там подсмеется слегка. Он говорит, что это уже не любовь к мудрости. Ну, начался там Сократа, который говорит, ну, какой я мудрец. Это я просто люблю мудрость, философия. И Хайдегер берет это и... Сократ это сказал в начале периода, а Хайдегер в конце периода. И берет это и переворачивает, что... Это уже не любовь к мудрости должна быть, а сама мудрость. Да-да-да. От целостности, через разделенность мы приходим к другой целостности. От мудрости через философию, вот две с половиной тысячи лет, опять вот к мудрости. А мудрость, она не может быть не жизнь. Да, то есть это вот просто человек, погруженный в жизнь, но он вот мудрец. Это не специально занимающийся исследованием. Да-да-да-да-да. Отдельный специалист. И вот об этом говорит Хайдегер. Да-да-да. И только в этом смысле, что философы должны исчезнуть. Да, именно в этом смысле. Парадигма вот этой вот философии должна вот измениться, потому что, ну вот, ну, кубиков достаточно накоплено, и вот этих вот мелочных исследований достаточно происследований. Вот об этом идет, вот речь у Хайдегера. Да-да. Не знаю, насколько моя мысль вот здесь, она верна, но вот заключу как бы так вот. Это, конечно, мечта человечества. Да. Это мечта человечества. Да. Это такая органичность, такая вот гармоничность, такое прекращение всяких там раздраев, раздвоений, формальностей и всего, что это просто рай какой-то. И вот в этом мечта Хайдегера. Да. То есть философы должны идти в народ. Не совсем так. Дело в том, что ты же эту мысль выражаешь на языке вот этих отдельных моделей, причем моделей штамповых. Философ, народ, идти в народ. Просвещение, да, как бы былые. С одной стороны смеешься, но с другой стороны я не пользуюсь случаем сказать, что представляешь, что вот эта вот модель, в старые мехи не нальешь новое вино. Да. Ну да. Вот не философы, и не в народ, и не идти. А так все остальное верно. Да. Ну смешно, да. Как в народ ходили, народники в народ ходили. А сколько они там ходили. Это же примитивная модель. А теперь философы должны идти. Это же вот по-другому все. А толку? Ну толку что? Ну вот на народном языке, говорит. А то же они выражаются на научном языке, вообще ничего не померя. Подожди, ты как народ, понятны твои претензии. Но я хочу тебе сказать, что ты такой народ, что стоит философу пойти в народ, как он через неделю помрет с голоду. Да еще хорошо, если без синяков. Ну и пусть они там... Вот он и Ходеггер говорит. Они должны все вымирать. Вымрать, да. Вот, он так же говорит. Так он не говорил. Так Маркс говорил бы, в смысле... Ну а что, они прилепились вот на кормушке на своей... Ну ладно, это я уже... Это ладно, это я уже увлекся. Прекращай, да, давай, это... Положительную, давай, обратную связь. А я помню, что в Вьетнаме есть философы, которые ходят на рост. То есть это те, которые работают в министерстве пропаганды, компартии. Вот это философы. Я шучу. Понятно. Это комиссары. А я хотел пошутить. Хорошо, хорошо во Вьетнаме ходить. Тепло. Тепло, вот, везти на деревьях. Прости, Вуквана. Красиво. Ясно, ясно. Да, пальмы растут. Короче, штутка Вуквана круче. Что если философа отряжает министерство пропаганды, то он идет к народу. Вот и все. По-другому извини. Вот тоже. Ну и хорошо. Хорошо. Что тебе нравится? Вот собираемся. Да, молодцы. Да, но хочу заметить, заметка Вуквана очень, очень, ну, высокого порядка, я бы сказал. Ну, Рома, я, наверное, отправился. Поэтому, я знаю, есть шутки, есть шутки. Ну, да. Да, остроумно. Остроумно. То есть, это шутка такая, что все пропагандисты – это философ. Я вот тут не очень согласен. А я думаю, тут много все-таки аспектов, а у меня почему-то, знаешь, ассоциация с броневым, с герцогом. И он говорит, очень интересно, смешно. 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 А что, если бы мне вот эту вот заднюю часть прилепить к передней? Ром Горшон, да, про лошадей? Да, и он так серьезно это все говорит. Из Мюнханзе на воду лить не будем. Вот, он нам дорог, как Карл Фридрих или Ироним. А уж пила его лошадь или не пила, это нам без разницы. То есть, он, получается, тоже философ? Вот этот барон-то. Нет, ты знаешь, нет. Он просто был благородным человеком, Карлом и Иронимом. Фридрихом, Мюнханзем, уникальная личность. Как-то внес свой вклад. И хорошо, и слава богу. Так он врал, вроде, много-то. Много врал, вроде. Хотя, неизвестно, тоже, да. Все. Ну, если ты считаешь, что вот вытащить себя за волосы из болота, вот, это вранье, а не просто образы в переносном смысле, что каждый из нас это делает постоянно там или периодически. Вот кто тебя вытаскивает вот из всех болот, в которые ты попадаешь? Ну, понятно. Ну, ладно, это поэтический образ. Ну, у него были боли приземленные там. Например? Как он там вишней убивал оленя там, что ли? А у него потом дерево на лбу. Оленя, а мамонта. Сергей, правда, идешь там с этапом фильма? Почему же тогда все это выросло у оленя? А порода говорит, герцог говорит, Ваше Высочество, разрешите начать сначала. Не надо. Так что вот так. Ну, он еще, да, он еще просто управленец, управленец, да, и достаточно, из-за этого у него очень много таких вот замечаний. Он, да, в суть он понимает. А он это кто, простите за непонимание? Броневой, герцог. А, вот точнее. Броневой в этом фильме, да. Но он такой, там же, в чем, кстати, кинематограф, вот замечу, я его тоже много смотрел, советского периода, они достигли действительно хороших вершин. И там есть вот эта вот интереснейшая вещь, когда мастерство актера дорастало до такого уровня, когда ему разрешалось добавлять в образ себя, свою суть. Да. И Броневой не только в этом фильме был вот этим герцогом, он еще вот такой вот, свою, добавлял в других ролях. Да, да, да. И это интересный такой аспект. Никогда не вспоминал такого вот эпизода, эпизод простейший. Вот, Рома, сейчас ты вспомнишь, но он красивейший, представляете, он герцог, он с пером, он красиво, этой вот рубашкой, с этим, вот все у него это. И вдруг он узнает, что вот Брон Минханс объявил войну Англии. И у него в кабинете стоит огромный глобус, представляете? И он вызывает кого-то, говорит, где Англия? Тут ему показывают, у него всю жизнь глобус стоит, он не знает, где Англия. И он так, но он же деловой человек, он так, где Англия? Он говорит, а где мы? Ему показывают, он берет свой вот этот вот сантиметр, который он меряет, прикладывает, не просто так смотрит, сейчас вы поймете почему, а прикладывает. И так вот он, так это же совсем рядом. Ну, это же гениально, да, все? Каждый вот этот микроэпизодик, это, конечно, искусство, это великое искусство, это такие люди. А я вам скажу почему, потому что Броневой начинал играть в Воронежском театре. Вот отсюда все и пошло. А, вон почему. Да, да, да. А вы думаете, прямо он откуда вышел-то? Да, да. Просто так, ровно. Школа у нас тут серьезная. И город Старс-Алимпийский. Я понимаю. А там это что, воздух или что? Я хочу фразу такую. Я не знаю, я не очень театральный. Воздух это само собой, воздух вздохнешь и все. И у нас город-то южный, а ведь не скажешь. А он южный. А не скажешь, кто бы вот про Воронеж сказал бы южный город? Да никто. Кто разбирается, имеется в виду. Ну, да. А он вот на югах находится. Я знаю, что это самый северный город юга России, это я знаю. Да, да. И у нас тут народ талантливый весь. Да. Почти. Ну, хорошо. Пятиминутка, люди, кто окончен. Пятиминутка, реклама Воронежа. Реклама Воронежа. Ну, раз уж про Броневого начали говорить, он здесь начинал. И в Мюллера он вышел. Так я тоже был в Воронеже. Ты думаешь, откуда у меня вот это вот все? Я слышал, ты рассказывал. Слышал я. И поэтому тоже, да. Могу отметить, что в патриотизме Гаврилова тоже есть только благородство. Да? Да у меня во всем благородство полно. Просто Рома тоже был в Воронеже. Да, в Воронеже я был. Но я люблю Подмосковье. Кто считает себя настоящим философом, должен побывать в Воронеже. Вот так вот скажу даже. Да. Гаврил приглашает в гости. Нет, он приглашает в Воронеже. Проезжайте. Тем более у нас сейчас уже купальный сезон вот-вот начнет. А ты же, Рома, проезжал через Воронеж на мотоцикле. Да. Тебя там Кавалькада мотоциклистов встречала. Это же под Воронежем было? Да, это было на машине, на машине, да, да, да. И отдельно я к Сергею ездил просто на поезде, вот просто к нему в гости отдельно. Да, были времена. Восемнадцатый год, что ли, по-моему, или девятнадцатый. Хорошо. А я сегодня, кстати, на карте смотрел, Воронеж видел. Хорошо. У него шрифт больше написан, чем у других городов. Вот рядом, ну, там, левее города, что там, Белгород, Брянск, до Пскова. Вот это. А вот я помню, что только Ростов-на-Дону и Краснодар ниже, вот таким же крупным. То есть это большой город, Воронеж? Безусловно. Да безусловно. Как я тонко проявил свою заинтересованность. У нас миллионников-то, я думал, в России больше, а их тут там всего-то штук десять, а то и восемь. Ну, было восемнадцать. Двенадцать, по-моему. Двенадцать сейчас? Да, я думал тоже там восемнадцать, даже побольше. А их оказалось меньше, да даже гораздо, чем я-то сам думал. Шестнадцать, по-моему. Когда-то было двадцать семь, по-моему. Я вот недавно смотрел. Когда в Советском Союзе, там, со всеми республиками. Ага. Да. Там много было столиц Советов. А сейчас вот осталось Москва-Воронеж, и все, и не догонишь. Вот так у нас говорят о футболе. Вот. Так что у нас тут хватает философов и всего остального. Да. Я с интересом прислушиваюсь, потому что вот эти вот городские нарративы, знаешь, в каком городе живешь, наверное, вот он и есть вот центр вселенной. Я думаю, в каждом российском городе более или менее как-то выделяют Москву и Питер, а свой город является центром вселенной. Ну, вот выделены эти города, а на все остальные города и внимания не обращают. Вот интересно, вот Василий, как у вас ОМ в Новосибирске? Все то же самое, конечно, с интерниром. А все вокруг там. Москва-Питер и все остальное на периферии даже я не слышал ничего. А, то есть Москва-Питер выделяется, а все остальное так. Да. Ну, теперь еще благодаря Сергею узнаю про Воронеж. Да, да, вот хотел. Ты сто лет живешь в Екатеринбурге. Как там в Екатеринбурге смотрят на города России? Какие выделяют? У нас есть такое, ну или было, я уже не знаю, рекламное агентство Третья столица. У вас-то, у вас-то. То есть Третья столица. А первые две это какие? Ну, Москва-Питер. Москва-Питер. А какие-нибудь еще другие города знаете? Там Воронеж, например. Нет, Челябинск еще есть, и Тагил. Сурово. Гаврилов, вот они явно не дорабатывают там у себя в Екатеринбурге. Про Новосибирск городок вообще не говорю. Ну, тут, понимаешь, тут тоже такое дело, что Екатеринбург там в два раза больше населения, чем в Воронеже. А вот Новосибирск, Василий, по-моему, да? Или что? Новосибирск, да. Там в три раза больше населения, по-моему. Вот так вот. Так что тут промолчать мне приходится. А, тут уж я сказать, что я могу. Понятно, одна Ура, другая Сибирь. Еще там, вон, сейчас тундры налезут. Блин, ну, что я буду с ним спорить? Вот, тут что-то. Вот, как говорится, и, да, сидите в своем Воронеже и это. И не квакайте. Ну, ладно. Ну, с тундрой нам действительно нечем тут сравниваться. Тут надо, да, помалкивать. Я вот оленей видел, да, прям. По дороге бегают олени, да. А у нас косули в лесах тоже тут вот, заповедник в Воронеже. Косули, тоже олени, кстати. Ты, наверное, не знал. Они хоть и поменьше, но, тем не менее, их тут прям развелось. Много я видел с поезда. Ехал и видел, и не одну. Вася Садовников, будь добр, скажи, пожалуйста, вот ты слушал Василия Евтушок, тут я, вот выступали на всякие умные темы. У тебя же, наверное, какие-то мысли там рождались. Вдруг ты какую-то из них запомнил. Вася, извини, и Самбул. Не всех перечислил выступающих. А и Гаврила. Значит, Вася вот номинально только присутствует. Ну, и ладно, ничего. Сергей Харитонов, давно ты слова не брал. Вдруг есть чем поделиться. Как у вас там? Ты на фоне заставки или неба? Ну, это небо такое у нас бывает вечерами. Ну, летом. Фотография или ты прямо? Да, это фотография, да. Ну, так нормально в целом. Все хорошо. Мы все на тебя смотрим, слегка ставлям в неловкое положение, потому что всем нравится. Вдруг ты что-нибудь еще нам скажешь. Да, это я лишнее, конечно, сказал. Да я не знаю. Я-то слушал сегодня. А когда оно уляжется и что там появится, пока не знаю. Какие мысли. Рома? Рома. Да, если Сергей закончил выступать, если я не сбил, да. Ну, все нормально. Вот. Достаточно давно уже для меня актуальна тема такая. Значит, сейчас. Я даже уверен, что у многих она примерно так же работает. И я, возможно, даже у Клейна. Вот. Но Клейн круче всех, поэтому я Клейну не обсуждаю. Так, так. Заинтриговал. Значит. Так, так, так. Не хотелось бы опускаться в психологизм, но, может быть, придется. У меня часто бывает такое, что я боюсь, я боюсь, что... Ну, вот. Сейчас так. Какую мысль первую, значит. Ну, вот. У нас есть сообщество, да. Есть сообщество. Вот мы сейчас находимся в нем. Вот. И... Оно, оно, оно... Да, вот. В нем находимся. Мы встречаемся раз в две недели. Ну, и для меня это такая фоновая поддержка, как бы среда, в которой я вот... На которую я действительно опираюсь. И я это постоянно осознаю, что я опираюсь. И, ну, ничего страшного в этом нету. Вот. Но у меня постоянно есть страх, что вот я... Когда это все исчезнет, я как бы стану несамостоятельным, да? И смогу ли я повторить вот эту линию гармоничности некоторой определенности, потому что мы же все равно определяем, ну, занимаемся определенностью, да? Из непределенности переводим определенность. И, может быть, вот эту линию гармоничности... То есть могу ли я ее там провести, да? Провести дальше и... Ну, и со своей жизнью вот как бы что-то правильное сделать. Ну, а уж если там получится вывести это за границы своей жизни, то это же вообще очень круто. Вот. И я вот постоянно об этом думаю. Я постоянно как бы вот в этом нахожусь, в раздумьях вот в этих. Ну, и у меня, естественно, страх периодически такой возникает. И даже иногда я проваливаюсь в таких состояниях, когда я просто вылетаю из жизни. И там, ну, как бы... Окей, я восстанавливаюсь, да? Но иногда там быстро, иногда очень долго восстанавливаюсь и тоже расстраиваюсь из-за этого. То есть... Ну, мы же не встречаемся, да? Каждую минуту. Но иногда бывает там два-три дня. И да, я просто исчезаю из жизни и совершенно не такой, как сейчас с вами. Можно ответить? Да-да. Ну, мой ответ состоит из двух таких блоков. Во-первых, у меня даже сомнений нет. Вот вообще нет никаких сомнений, что если каким-то образом исчезнет эта среда или что-то такое, что ты вот пойдешь, и от тебя пойдут там росточки, и все в порядке, и все такое. Это вот мое видение. Вижен, вот позиция. Спасибо. А второе вот рядом вот находится, и ты вот это слово сказал, психологизм. Вот все вот свои чувства и переживания, которые ты описываешь по этому поводу, вот для меня это исключительно психологизм. Причем, ну, вот в таком вот виде, что это просто свойство твоего мировосприятия, твоей психологии, твоего вот самоощущения, твоей психики. Не знаю. Может быть, потому что там ты музыкант, и арт-директор, или что-то еще, или какие-то еще. То есть это просто вот так покрашенные, такие колонны стоят вот в том вот доме, вот такая вот усадьба, как в этом вот гусарской бабаладе. Значит, вот она стоит, значит, кругом леса, поля, и тут вот такие колонны, тут такие ступеньки, тут вот так покрашена и изогнута там вот лестница. Вот и все. То есть это не имеет никакого отношения к действительности, а имеет отношение исключительно к тебе, к твоему внутреннему устройству. Я понимаю, я сразу разделил, да. Но для меня это удивительная вещь. Ну, это же мой мир, я всегда в нем. Но они приносят страдания. И здесь вот такой вывод, что неужели то, в чем я развивался, ну, в музыке, которую я очень люблю, или в арте, неужели оно настолько, как сказать... Это не оно влияет. Это ты развиваешься в музыке и в арте, потому что ты обладаешь такой вот чувствительностью, такими вот струнами, таким этим, эти струны. Но вот кто-то здесь вот гораздо грубее тебя. Я, например, вот, допустим, Смирнов. Совершенно как вот такой вот, можно сказать, тупой кусок камня. Рома, я смеюсь. Смирнов от тебя ничем почти не отличается, просто, ну, как-то вот он там, у него другой вот этот дом, у него там по-другому это вот все скреплено. И точно так же вот у каждого из здесь присутствующих, но каждый по-другому устроен, он по-разному там с собой работает. Кваля, вот оно все, уже тонко, что-то чуть... У кого-то такой жизненный опыт, у кого-то такие склонности, у кого-то там что-то еще. Да, это очень... Но каждого из здесь присутствующих, я сейчас нехорошее слово скажу, но тут из песни слова не скажешь. Если поставить жопой к стенке, то все задачи он выполнит, и выполнит вот на хорошо и отлично. Вот сомнений нет. Сяк думать, сяк думать, не думать. И все такое. А так как это одна из жизненных задач, это фактически продолжать себя. Продолжать себя. Ну, никуда ты не денешься, ты будешь продолжать. Прямо вот так, в том объеме, который есть, включая развитие расширения. Да. Потрясающе. Можно здесь вот вывод такой? Ну, это потрясающая для меня вещь, что... Знаете, это произошло немножко раньше, но я расскажу об этом. Я раньше считал, что в музыке и арте, может быть, именно поэтому я двигался туда достаточно активно. Может быть. Может быть, еще какие-то там разные настройки, да, которые были до этого, конечно. Но я считал, что там есть истина. То есть я определял, что там есть истина. Возможно, какие-то такие были события, связанные с этим, что они меня, ну, как-то меня продвигали туда. Там действительно, вот очень хорошая промысловка, там действительно есть истина. Ну, если мы не берем музыкальные, поделки и подделки. Да-да-да-да. А вот настоящая... Я последние несколько месяцев, Рома, и вот мы первые три минуты, когда сегодня собрались, я взял на себя экран и включил звук. Просто вот регги, вот станция регги. Я последнее время очень много слушаю регги. Вот при всем, при том, что это вот такая вот музыка, ну, условно, там легкая там вот музыка, то есть это истина. То есть это очень круто. Но это не у меня истина, а это вот жизнь истина. Вот такая... Спасибо за формировку, за взгляд. Да, истина. Да-да-да. Да, есть там... Да, я считал, что там есть истина. Соответственно, ломился туда. Хорошее слово. Ломился прям, правда. Вот. Я даже мечтаю с тобой одну песню сыграть в Рейнке. С удовольствием. Ну, да, может быть, через год там это... Там... Причем песня очень старая, там 72-го или 73-го года, но она сейчас звучит супер актуальна. Рейнке именно. Ну, как-нибудь поставлю. Да-да, Ром, продолжай, пожалуйста. Кстати, вставочка можно потом по музыке, я сейчас скажу. Вот ты сказал, про 62-го года, я чуть-чуть добавлю. Да-да-да, 72-й, да. Добавлю. Да-да, я считал, что в общем в этом истина есть. И вы знаете, ну, не скажу, что я, может быть, там супер высот достиг, то есть я там не дирижер оркестра, да, я там не выступаю на там профессионально, на каком-то инструменте, на большой аудитории, но, но я, я, я знаю язык музыки, то есть я на нем как бы разговариваю. Но не могу сказать, что это сделало меня очень счастливым, вот как-то так, что ли. не знаю, шел ли я за счастьем там, ну, я точно шел за истиной, да. А теперь я вот смотрю на это все и как будто, как будто я немножко разочарован. Но это надо копать. Ну, я бы зафиксировал. Штуки помоста, по-моему, говорится, по-моему, там говорится, или это линзы, говорит, я уж не помню, что дураки идут за счастьем, вот в практику. Я уж не помню, как он называет всех других, но отец уже с датхармой, ну, как-то так. ради пути, да. Да, я помню, по-моему. Да. Понятно, что вначале может толкать и интерес, и мысль о том, что я вот так стану там счастлив или там лучше, но в конечном итоге как? Ну, вот мы такие, как есть, единые во всех. Представьте, что другое дело, что диалектика заключается в том, что независимо от этого мы все равно становимся, вот как ты сказал, там свободнее, а это можно назвать другим словом. Счастливое здесь не очень хорошо, можно сказать, гармоничнее, свободнее, сильнее, монолитнее, то есть это, это, это есть. сильнее, то я точно стал, сильнее, гармоничнее я точно стал, сто процентов. И даже в этом смысле я могу там посоветовать этот путь, да, туда. Да. Но легкое разочарование есть. Это интересный аспект, просто хочу его подсветить и все. Вот, тоже, может быть, для себя на будущее такую удочку закину. А про 72-й год я хотел сказать, что ты сказал, что это 72-й год и тебе понравилась эта музыка, да? Я могу сказать, что это 60-е и 70-е года это та точка в развитии музыки, когда базовые конструкции музыки, например, блюз, из блюзов вышел рок-н-ролл, да, из рок-н-ролла еще несколько направлений. И то же самое в регги. В 60-е и 70-е года оно зародилось как ска. Ну, ска это, ну, ска это дальше пошло по треке. Я имею в виду, что вот возможно, ну, не возможно, а точно в это время зародились самые-самые базовые основы вот этой музыки, самые красивые вещи. и вот я хочу сказать, что они до сих пор вот работают, они до нас дошли, и нам они нравятся просто из-за того, что они имеют вот эту базу, как бы, которая раскрылась вот именно в эти года. Вот она там застолбилась на этих высотах, и все. А дальше просто... Как базовые неопаттерны, которые вот вначале создавали. Да, 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 да. Опять пришли вот последние. Да, и я хочу сказать, что время здесь в этом смысле как будто не играет роли. То есть я уверен, что через 30 лет люди послушают регги там 70-х годов и скажут, ох, это там какая была прекрасная музыка. Это, кстати, интересная мысль, что в музыке нет времени. Поразительно. в музыке нет времени, да. Ну, есть, конечно, но вот в этом смысле нет, что я и музыку, которая придумана 100 лет назад, если она гениальна, я скажу, ну, это вот, я сейчас ее слушаю, она для меня сейчас написана. Интересная мысль, да. Рома, а ты не думал, там у тебя нет возможности там собирать, я не знаю, там 15-20 там человек там и что-нибудь там играть самому или вместе с кем-то играть, может быть, там разговаривать. Здесь есть один парень, который организовывает какой-то бэнд, банду, вот, ну, мне просто нужно как-то взять и просто к ним туда пойти как-нибудь. Ну, я имею в виду не столько бэнд, бэнд, это как бы вот отдельно, ну, играть там, выступать, а вот такая вот форма таких встреч с людьми, то есть тебе-то никто не нужен, кроме там вот гитары, там, музыки, микрофона, потому что без микрофона и людей. Я здесь увидел, здесь ребята выступают иногда как музыканты, прямо на улице, там, в центре города, там, ближе к пляжу, и, да, такой формат есть, иногда я даже подумал о нем. Я думал, какое-то помещение, где вот там люди могут собраться, такое небольшое, но, да, надо к этому как-то идти, просто осознанно идти к этому. Музыкально-разговорная встреча, потому что людям это интересно, вот, ты это можешь, а если какой-то рядом партнер будет, который может там подыгрывать, ну, неважно, там, на гитаре или там на барабане, или что-то такое, то вот оно и вообще. Ну, хорошо, вот просто я увидел такую картинку. Да. Вдруг там сложится как-то. Давно у меня зреет мысль о том, чтобы какие-то вебинары провести именно по музыке, но как только подхожу к ним, понимаю, что нужно очень много подготовиться, очень много музыки собрать, отслушать ее, материал подготовить. но она очень интересна, да, просто хотел немножко передать свое понимание, вот как слушать музыку, как ее классифицировать, и из-за чего она состоит. Не знаю, для чего это надо, я не знаю. ну давай, раз такое есть, сделай это. Да, здорово было. Надо попробовать, может быть, с чего-то малого начать, у меня сразу такое, вселенная. Вебинар сразу платный проводи, чтобы самому не расслабляться и других не расслаблять. Да, вот, надо подготовить, хотя бы, может быть, с чего-то малого начать, с какого-то рука, пожалуйста, обзора, руку, вещей. Ладно, надо об этом не думать. А лучше на набережной выйти, гитару взять, сюда положить и играть. Ну, лучше не лучше, а я могу тебе, Рома, сказать, что там, кроме того, что ты вот подберешь какое-то, вот если там тема будет одна какая-то, то, допустим, говорить там можно там, ну вот 40 минут, ну вот все вот разговорное, а еще, ну, включай какие-то там фрагменты на несколько секунд, да, ну там это, а еще отдельно может быть 20, 30, 40 минут прослушивания, ну, какой-то музыки с твоими короткими комментариями, то есть первая часть большие разговорные и маленькие музыкальные фрагменты, а вторая часть, не взгляда на перерыв какой-то, просто вот структурно, это большие музыкальные фрагменты и короткие разговорные, и все вместе, ну, допустим, вот полтора часа, и это может быть очень крутая и, ну, сбалансированная для восприятия, не такая утомительная в подготовке, как полтора часа такого насыщенного текста с примерами. Да, так, небольшую аналогию здесь вставлю, но она из другой области, вот что-то подобное делает Гребщиков там в своем аэростате, я его мало слушал, но я просто понимаю, что он делает, вот, ну, он там вообще совсем мало говорит, он просто показывает музыку на аудитории, которая понимает эту музыку, я имею в виду, что вот пример как бы есть, да, но я бы хотел побольше говорить, потому что я знаю там несколько примеров из рок-музыки очень интересных тем, что часто существовали группы, и для меня это поразительный феномен, до сих пор его изучаю, существует множество групп, которые, ну, скажем так, их судьба такова, что они собрались только ради пары хитов, понятна, они сделали великие хиты, и они исчезли, они собрались, их все знают, но они сделали только два хита, остальное все фигня, я даже знаю один, у меня страница запомнена, вот какая-то страница в интернете, где, ну, англоязычная, где собраны вот эти однохитовые группы, вот хит, который, ну, классический пример это Shocking Blues и их вот этой вот Венус, да, 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 и там, ну, и там достаточно много таких групп, вот одна, одна песня, на все, так сказать, времена, да, 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 они могли бы существовать даже пять лет и даже десять лет, вот эта вершина они больше никогда не достигли и их там два-три альбома, которые не сделали, даже четыре, даже пять, их никто не больше не слушал, это поразительные вещи и как будто они вот ради вот этого там хита, ну, хорошо, двух хитов там собрались. Недавно мне попадалась песня Фанки, там есть слово Фанки, что-то такое вот, причем ее, она мне просто попалась там в титрах какого-то там фильма такого достаточно мощного голливудского, и это вот тоже пример, жаль, я не помню полностью ее название, попадется мне там вот еще раз я ее вспомню, покажу, это диско, это вообще-то диско, ее знают все, вот я вот уверен, и это была, они много там чего вот выпустили, и это была, и это была их одна песня, которую знают все, фанки, сейчас я напишу диско, может быть, он меня так вот, ну, да, не могу найти по этим словам, да, ну, ладно, хорошо, да, феномен есть такой, удивительный, удивительный, ну, да, вот этот феномен отдельная тема, сама музыка, которую сделали, и что они хотели ей сказать, это еще отдельная тема, вот, ну, в музыке много, много эмоций, то есть, чрезвычайно много эмоций, здесь я тоже изучаю, до сих пор эту тему, то есть, для чего эти эмоции нужны, понятно, что они проводят куда-то сознание, я вот с точки зрения только сознания это смотрю, они проводят куда-то, то есть, в какой-то мир, куда-то, в какие-то слои, она точно выводит сознание, сто процентов, и вот для меня, вот это, вот это, область изучения, конечно. Вот, одну секундочку, сейчас, сейчас я звук выключу, раз уж у нас речь, вот, о музыке пошла, я эту, эту музыку регги, я ее оставил у себя, там, в фейсбуке, но сейчас, еще раз, я ее, я ее включу, я вот расшарю, экран, так, что у нас, вот так, вот, и я, и я, так, демонстрация экрана, совместный доступ к звуку, поделиться, вот она, так, а где, где, а где звук, а, вот он, вот, Рома, слышно? Да, 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 слышно, слышно. И. Да, а вот я на этом остановлюсь слышно было до могу сказать что это африканская музыка понятно что африканцы сделали регида прям туда вот фольклор ушло но это это раннее ранее регио реги музыка да 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 и знаешь там помимо вот этих вот есть это там много 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 вот этой черной африканской именно фольклорной музыки и возможно они вплели вот фрэгги ух ты потому что через десять лет после них юбипоти исполнили эту песню рулинг-стон исполняли и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но это поет именно автор этой песни Не знаю, что он до сих пор А Юбифоти спели слабоватенько ее Роллинги ее спели хорошо, достойно Там же должна быть отвязность А Юбифоти слишком нежная, чтобы спеть Вот такая вот песня Сложный ритм Это сложный? Да, ритм сложный Ну, это прям африканский ритм Понятно, что регги тогда, вероятно, взлетел На фоне Боба Марли И вообще развития ростоварианства, может быть И они встроились Но они взяли вот этот африканизм Вот этот вот с ритмикой вот этой всей И даже вот это А-а-а Вот это его, это чистое Какое-то вообще африканское И они вплели как бы вот эту тему в регги Да, и сделали И вот здесь вот соединили Да, они походят Соединили они вот эти вещи Хорошо Хорошо, джентльмены Да-да У нас с вами Так, одну секундочку У меня же отключен, да, этот? Отключен Демонстрация экрана Вот Время к концу подходит Нашей встрече Вот, если есть желание Сказать что-нибудь программное Или не программное Вот Пользуйтесь случаем, говорите Ага Александр Великий зашевелился И микрофон у него включен Самбула включил тут же Давайте Ну, может быть, попробуем В какое-то ближайшее время Может быть, какую-то среду занять На музыкальную тему Ух ты Если интересно Хочешь на нас потренироваться? Ну, например Я бы тебя сразу предложил бы Вот выходить Вот С наполненным потенциалом И вот Набирать аудиторию Тем более, что Вот столиком Вы Эту аудиторию Вот Как-то там Набирали Выходили Кто-то из своих пришел Кто-то из не своих И хорошо все провели С музыкой тебе придется Самому Ну, давай так же Да, хорошо Например, да Предлагаю, да На нас это Не опробовать Да, я понял Для подкастов Есть Платформы Там Завести свои подкасты Ну, Роме Не столько подкастов Хочется, сколько Живая встреча Все такие Например, в том же зубе Ну, а повестим Везде дадим Навстречу-то мы придем Мы придем Пусть придут еще И Всякие Незнакомые люди Рома Да, да Конечно 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 Повестим Везде Также Пока в случае И Конечно Хорошо Подготовлюсь И тогда Надо начать Очень Очень Старая идея Там Ей несколько лет Уже Как-то надо Пора Пора Рома Пора Да Я все Что-то Я все Что-то боюсь Ладно Вот ключевой смысл Наши Наши Вот этой Вот встречи Переводить Вот эту Не знаю Что Словами Евтушка Волевой Импульс Вперед Неразрывно Непонятно Вот А потом Разберемся С деталями Да Да Музыка Хорошо Вот это Я слышал Что Вообще Доказательство Наличия Бога Является Музыка И мне кажется Это прям Доказательство Прям такое Серьезно Это в каком-то фильме Так Сериальчике Батюшка Сказал Кто-то процитировал Кого-то Да Может быть Да Ну еще Музыка Музыка официально Принята Международным языком То есть Вот прям Говорят Международный язык То есть Музыка Понимает Все Песни играет Слова Непонятны Но все Понимают О чем Поется Да 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 Ну это В смысле Там Музыкант Который учился Не знаю В Бразилии Никогда не видел мира Приезжает в какую-нибудь Японию И вовсе Прекрасно понимают Что он там делает На сцене Знаешь Я тебе даже Рома Скажу Что иногда Музыка без слов бывает Слова не понимают Слова не понимают Да 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 Слушали Ну что ж Ладно Вся классическая музыка Она же Она вообще без слов Она Она как раз Появляет Мои шуточки Да Не только песни Но и действительно Вот Хорошо Примерно по срокам Как Две недели Три недели Когда ты Выкатишь На нас Объявление Об этом вебинаре От двух до трех недель Ну вот Да У меня здесь Небольшая проблемка Я до этого Слушал Музыку В ВКонтакте Там легко Собирать Но Не знаю Для записи Это или нет Понятно Что там все Ворованная музыка А я сейчас Нахожусь Как бы Вне IP России И у меня здесь Все песни Которые я слушал Заблокированы Ну нельзя Слушать Понятно Понятно И мне нужно Нас в какой-то там Что Спотифай Какой-нибудь записываться Платить деньги Чтобы собирать этот Плейлист И там Крутить его Короче Я нахожусь В правовом поле Мне сложнее Здесь будет Да Придется решить тебе Еще организационно-правовую Проблему Ну и что ж Ну тоже хорошо Да Там возникнет Еще вопрос С Ютубом Что Он Тоже Определяет Музыку И Если там На нее Какие-то Права Блокируют А О А да И когда Если это Выкладывается Ролик на Ютуб Да Он определяет То есть Там Есть Какие-то Вещи Что Например До 20 секунд Что-то Можно Ну в общем Очень Ну это Если ты будешь Делать записи И выкладывать Их Вот Да На трансляции Это не распространяется Но трансляцию Надо тогда Сразу Закрывать Из общего доступа Ну если там Вот есть Нарушение Авторских Прав Ну там Они обязательно Будут Потому что Невозможно На каждый Вот фрагмент На каждое Музыкальное Произведение Получать Права Это Замучиваешься Ну Ромка Не какая-то Корпорация Рома Тогда тебе Придется Просто Отказаться От мысли Что ты Записи Своих Встреч Вот эти Музыкальные Фрагменты Транслируешь Можно Делать Какие-то Нет В смысле Транслировать Можно Просто Потом Запись Не может Храниться Я имею Ввиду Да Вот эту Запись Ты не можешь Никому Доступ Там Давать Предоставлять В этом Запись Транслировать Да Да Понятно Ты можешь Пользоваться Какими-то Фрагментами Какими-то Своими Ценными Текстовыми Вот этими Периодами И Просто давать Людям Там ссылку Или название Песни Чтобы они Сами могли Послушать Да Хорошо Да Убирать Оттуда Живой Звук Ладно Все Доформулирую Понимание Что я хочу Дать Как бы И Надо Зарядить Да Хорошо Хорошо Спасибо большое Такой Результат Вот у нас Мы Вот Поучаствуем Я предлагаю На этом Сегодняшнюю Нашу встречу Закончить Всем Спасибо За внимание За участие До свидания До свидания Пока 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 Спасибо Пока